Братуха, план просто вышел. Смотри сюда. Для начала мы с тобой устроимся в банк. Неважно кем, самое главное оказаться внутри. Все они у нас не будут как на ладони. Нормуль. А как мы баблишко нарешаем? А вот это самая крутая часть, бро. Они сами переведут его на наши счета. Неделя за неделей, месяц за месяцем. Они даже не поймут, что мы их обносим. А потом, лет через 20 или 30, мы выходим через центральный вход, как ни в чем не бывало. Дебил. Страйк. Что это? Как не получить страйк? Как отправить страйк? Что делать, если получили страйк? Много вопросов, но где же ответы? Доброго времени суток, дорогие друзья. Давайте поговорим коротко и информативно. Страйк. Что это? Страйк. Это предупреждение о нарушении правил Ютуба или авторского права на платформе. Как не получить страйк на Ютубе? 5 правил, чтобы не получить страйк на Ютубе. Привязывать к одному аккаунту Google один канал на Ютубе. Не размещать запрещенные видео. Не использовать мошеннические схемы накрутки лайков и просмотров. Не вводить в заплуждение пользователей и не спамить. Соблюдать авторское право. Как отправить страйк? Вы можете пожаловаться как на само видео, перейдя по значку, так и на целый канал. Либо подать заявку в панели управления своим каналом. Что делать, если получили страйк? Можно дождаться снятия страйка. Это случится автоматически через 90 дней. Но по правилам Ютуба вам нужно будет пройти школу авторского права. Ссылка будет прикреплена к страйку. Также вы можете попробовать отозвать страйк. И если вы точно уверены, что правил никаких не нарушали и контент ваш, можно отправить встречное уведомление. Так к чему все это я? Вот мы и подошли к маленькой истории. Так вот, обитая в просторах Ютуба, я натыкаюсь на один из роликов в ленте. Включая его, и что я вижу? Доброе время суток, дорогие друзья. Наконец-то дождались этого события. Целых три года ждали многие об этом, писали и говорили. Так, о чем это состоялось? Взломка Love Duty Black Ops Cold War. Игра уже доступна на всех зеленых сайтах. А те сайты, которыми я пользуюсь, в описании. А на этом у меня все. Не забудь прожать палец вверх. И до встречи в новых роликах. Хорошей тебе игры. Понимаю, что тут нечисто. Сказать, что я был в шоке, это ничего не сказать. А-а-а! А-а-а! Поддержать меня, поставив палец вверх. До встречи в новых роликах. И хорошей тебе игры. Еще раз преодолев стену и шквал эмоций, нахожусь в полной прострации. Нагло взять и украсть текст ролика, подачу, идею, даже ссылки, находящиеся под видео. Зачем что-то делать, если можно самое простое, а именно Ctrl-C и после Ctrl-V? Немедля было принято решение подать заявку на авторское право. Страйк. А как мы уже знаем, у Ютуба с этим строго. Заполнив заявку на авторское право, где вам нужно указать перечень важной информации об инциденте, сложного в этом ничего нет. Конечно, еще можно написать самому автора канала, но в моем случае мои сообщения, написанные автору канала, были проигнорированы, после чего я попал в ЧАЭС. Ну что, заявку заполнили, отправили. Теперь ждем, пока Ютуб рассмотрит заявку и выдвинет решение. На почту я получил письмо, а именно с таким содержанием. Мы рассмотрели ваш запрос, контент, указанный ниже, был удален. Ютуб подтвердил, что были нарушены авторские права и заблокировал видео на платформе. А я подхожу к завершению и хотел бы сказать следующее. Соблюдайте правила платформы, уважайте труд других людей. Скопировать может каждый, а творить могут единицы. Так будьте в числе этих единиц. Создавайте, придумывайте, развивайтесь. У микрофона был Барс, всем тонну лайков и шквал просмотров. Пока-пока.